меня спросили что у вас тут за шагами зачем мне нужен час ходьбы почему у него идет расширение там вверх боли в спине боли в спине приняли эпидемию это я вам показывал мрт свое вы можете посмотреть соответствующее видео проспал я время и сейчас хожу в одиннадцатом часу солнце большое поэтому дачники огородники работайте до 10 утра максимум до 11 чтобы у вас чего там такого не вышло не перегрелись все надо делать во время приветствую всех пиратов что вы хотите а ну давайте вам даже вручим сундук сокровищами сундук мертвеца я ко ко я меня спросили что у вас тут за шагомер это apple watch 3 часы с программой здоровья но такой прибамбасик прибамбасик вообще зачем я тут ношу часы я чешцы нашу для того чтобы просто-напросто они отчитали мне час зачем мне нужен час ходьбы мне не надо что там калории считает шаги считает метры считает и так далее мне просто надо время так вот зачем мне это надо в первую очередь смотрите для того чтобы я просто-напросто понимал сколько нагрузки я дал организм он входит в рабочий режим то есть примерно где-то минут 10-15 уходит на то чтобы организм во время ходьбы вот я вышел из машины и пошел значит вошел в рабочий режим то есть повысился ток крови удары сердцебиение началось небольшое потоотделение в виде испарины то есть вот за 15 минут я достигаю всех этих параметров тренировочных и далее надо какое-то время этот режим продолжить подождать чтобы произошла полезная оздоровительная работа вот для этого мне нужны в основном часы они то что не там шаги отмеряют километры отмеряют это так уже приятные прибамбасы но не более того его смотрите что происходит вот зачем мне нужна ходьба я уже как-то говорил говорил ну можно еще разок повторить так как это благородное дело во первых мне я в основном веду сидячий образ жизни как и мы все это компьютер это работа с информацией там печатаешь или что-то надиктовываешь монтируешь и так далее вот мне необходим какой-то минимальный круг движения для того чтобы я мой организм себя нормально чувствовал чтобы вот эти вот клапаны которые у нас имеются в венозной системе ног нормально проработали они как бы сказать не черствели не атрофировались от сидячего образа жизни когда человек сел в офисе передавил свои вены сиденья а то как крови нету и он сидит а потом удивляется а почему у него идет расширение там вен вены такие некрасивые так скажем особенно у женщин то потому что ведется вообще не физиологичный образ жизни а раз он ведется что вы хотите ожидать так вот во время ходьбы я запускаю то что каждая клеточка включается в работу то есть это профилактика сахарного диабета второго типа то есть организм поработал хочет есть сейчас такая довольно таки жаркая погода выделяется из парина то есть начинается очищение организма через кожные покровы такое естественно далее мышечная масса у нас вообще-то здоровье зависит от мышечной массы почему потому что мышечная масса когда она работает клетки мышц работает возникает потребность в еде если они не работают у нас потребности в еде нету но тем не менее мы едим едим когда мы были примерно такие как дети в старшем возрасте подростки когда мы были активны когда нам все нравилось мы там бегали вот а сейчас мы просто тупо сидим где-то зарабатываем деньги чтобы кормиться но мы-то именно наш организм энергии не тратит а зато едим как в то время когда мы росли вот это несоответствие порождает что первую очередь она порождает о-жи-ре-ни-е поэтому куда они не не посмотри как правило все процентов 95 имеет повышенную массу тела сердце сердце такой орган и сосуды которые также надо тренировать все что и закон такой из физиологии все что не тренируется потихонечку начинает угасать это функция просто-напросто отмирает вот мы просто вступили в такую жизнь сидячая лежачую смотрячую но мы то были созданы знаете первоначально как сказать гоночные машины которые сейчас стоят в пробках естественно со всеми вытекающими последствиями далее боли в спине боли в спине приняли эпидемию причем эпидемию не приняли не в каких-то там диких слаборазвивающихся странах где в основном труд физический где люди в основном ходят двигаются а принял наиболее развитых странах таких как америка соединенные штаты европа ну естественно вот и мы боли в спине опять-таки спина мощнейший аппарат созданный для того чтобы мы вот так вот ходили прямо тысячелетиями он закален отработан усовершенствован понимаете и его сломать очень трудно но тем не менее все это происходит ломается легко и просто почему да потому что нету то естественной нагрузки которая должно должна спина получать наш позвоночный столб наши рессорные аппараты в виде видим из позвоночных дисков именно во время движения у нас все время так вот идет то они сжались то не распрямились то не сжались то не распрямились вот эти все структуры дисковые они получают именно во время ходьбы во время ходьбы никаких других упражнений они получают свое питание поэтому несмотря на то что я в свое время довел спину до такого состояния когда когда я вам показывал мрт свое вы можете посмотреть соответствующее видео вот я с помощью не массажей там не растерок не еще каких-то там чудо-муда там этих приспособлений упражнений так далее я восстановил спину обычной ходьбой вначале чтобы мне не больно было ходить потому что ходить было больно сидеть было больно вот так было я одевал пояс штангиста подпоясывался и когда я шел вот этот корсет начал держать вот эти мышцы там пояснице препятствуя тем самым спазмом ближлежащих мышц потому что когда у нас возникает будем говорить вот сплющивание ущемление там нервного корешка возникает мышечный спазм который знаете со статических мышц который держит позвоночный столб распространяется она уже другие мышцы и нас просто напросто так вот перекрывливает понимаете или вот так перекрывает или вот так короче страшное дело я как увидел себя вот так живот сюда вот выпирает я вот какой-то искривленный то есть организм нашел такое положение в котором как бы сказать он может хоть как-то двигаться хоть как-то там что-то там такое берет себя так вот чтобы распрямиться вы делаете такой корсет из-за ну поезд штангиста широкий такой поезд это уже способствует тому что у вас начинается идти расслабление далее во время сна я спал на спине для того чтобы как-то растянуть и расслабить мышцы мышцы спины я подкладывал под коленки большую подушку и у меня выходило что спина так сказать натягивалась прогибалась другую сторону противоположную от защемления и тем самым во сне происходило небольшое такое расслабление потихоньку полегоньку иначе и во сне невозможно расслабиться тогда ты не высыпаешься этого вообще кошмар получается вот так вот все эти проблемы сейчас я решаю вот найти как бы сказать не хочется ходить не всегда хочется ходить ну ты понимаешь что если это делать не будешь раз пропустит другой раз пропустишь сократишь в данный момент я в ростове девчонки пошли по своим делам а я как водитель остался здесь но тем не менее как ревните здоровый образ жизни я продолжу тренировочку вот хорошо прошлись то все потихонечку вернется атрофе особенно в пожилом старом возрасте у нас идет атрофе и чтобы хоть как-то ей противостоять с помощью каких-то таких вещей которые не требуют никаких материальных затрат требует только вашей самодисциплины самодисциплины регулярного движения простого движения ходьбы вот приехал и хожу тык 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 я чувствую как мышцы укрепляются как они снабжаются кровью потому что смотрите хороший массаж вас там будут тереть течение 30 40 а то и часа что он дает он как раз способствует тому что круг будет проливать к тому или иному участку там тела к спине например а тут вы просто напросто идете и за этот час у вас начинается вот этот более улучшенное крови обращение далее вот все тут мне уже надоело на эту тему говорить густая круг густая круг густая круг а чего она будет жидкая кровь вернее текучая от того что мы сидим мы наш организм по отношению к земле представляет примерно такую установку как ротор в статоре статор это земля ротор это мы мы идем и взаимодействуем с магнитным полем земли в результате чего все частички в нашем организме в том числе эритроциты заряжаются и благодаря этому они начинают отталкиваться друг от друга то есть получая одноименный заряд частицы отталкиваться а когда этого нету мы то есть не взаимодействуем так вот с магнитным полем земли то что у нас получается да ничего у нас не получается у нас начинает преобладать разряженность организма накопление какого-то другого разряда тем более у нас наши дома наши полы наша одежда наша обувь в основном какая-то искусственно покрыта лаками покрыта ну-то такими будет пленками особенно там обувь которые вот вроде как ходить-то хорошо не стирается нужно просто она нас изолирует от от поверхности и вот так мы в статическом состоянии пребываем там в офисах в домах и потом опять таки думаем смотрим телевизор андрея малахова как назвали дети и вот погрязли в чужую жизнь смотрим что там происходит кто там как там от кого родил кто кому изменил что там там кого там надурил и так далее а своей собственной жизни нету мы через экран живем чужую жизнью и опять таки через тот же экран хорошо сейчас электронно-лучевые трубки исчезли а более там жидкокристаллические там оледы экраны прочее вот которые не так облучают но тем не менее они тоже создают телефоны тоже создают свои эти поля вай фай хрен фай вот это вот интернет они мы без них жили прекрасно понимаете жили бы дальше ну вот теперь такое впечатление что мы без них жить не можем вот вот эти часы я вот их ношу ношу только на в тренировку или куда-то еду потому что я расплачиваюсь ими как карточкой через какое-то время часа допустим через три когда они у меня одеты я начинаю чувствовать что у меня что-то постороннее такое вредное на руке и поэтому я их снимаю хотя вроде бы вечно как красиво это делали так но тем не менее она уже электрическая эта штука со своей батареей со своими там вай фаями прочими там маленькими этими полями какими-то она у меня в моей ауре она уже как чужеродное образование которое начинает меня разрушать и какое бы ни было электрическое там устройство то вот она будет действовать отрицательно у нас свое поле все на свое и поэтому все чужеродное она просто будет действовать разрушающие на нас ну это так к слову так вот простая ходьба регулярно простая ходьба тренирует сердце тренирует легкие в целом сердечно-сосудистую систему прокачивает кровь более быстро улучшает обмен веществ плюс лимфа движется тоже лучше лимфа у нас там в один два круга делает в в течение суток то есть вот этот застой особенно смотрите для лимфатической сосуды системы естественно только два положения у человека это ходьба ходьба и это лежа сидя нет сидя уже происходит застой пережатие всех этих сосудиков там меленьких уже уже не то и причем наиболее физиологично и оказывается это вот сет типа по-восточному по турецки полу лотос лотос то есть когда не так сдавливается вот эти поверхности нежели на стуле когда мы как раз под коленка и передавливаем когда сидим вот что я решаю с помощью такого простого естественного упражнения как ходьба которая не требует каких-то от вас затрат кроме кроме одного понять как она работает и регулярно делать благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахов про доброго здоровьица и до новых встреч